Золотой фонд Его отец, Константин Кикабидзе, происходил из эмеретинского дворянского рода, был журналистом, пропал безвести в декабре 1942 года под Керчью. Мама Манана Багратиони происходила из грузинского княжеского рода, ведь грузинская царская династия Багратиони была известной певицей. Многих родственников мамы Кикабидзе до войны репрессировали. Учился в школе, неважно, трижды оставался на второй год. В детстве бубнил и друг дал ему прозвище Буба. Петь начал в старшей школе, играл на барабанах в школьном ансамбле. Окончив школу, стал студентом Тбилисского университета, работав в городской филармонии, институт иностранных языков. С труппой филармонии Бахтан гастролировал и исполнял пародии на английских, советских и итальянских певцов. Великолепный барабанщик. В 1967 году на Всемирной выставке Экспо-67 в Канаде он был признан третьим лучшим барабанщиком мира. В 1966 году в Ахтанке Кобидзе пришел в ансамбль Орера. Такого грамотного и красивого многоголосия, который принесли на эстраду Орера, до сих пор никому не удалось повторить. За свою долгую и поистине заслуженную карьеру музыканты спели около 700 песен на 22 языках народов мира. Он стал одним из самых популярных певцов. Был постоянным участником концертов на центральных каналах, новогодних огоньков. С гастролями объездил десятки стран мира. Широкую известность получил как актер. В кино дебютировал в 1966 году. В 1969 году впервые снялся у Георгия Данелли в фильме «Не горюй». После работы в картине между Кикабидзе и Данелли установилась дружба на много десятилетий вперед. В 1977 году вышел фильм «Мимино», в котором он исполнил свою самую звездную роль и получил за нее государственную премию СССР 1978 года. Свою жену, выпускницу Ленинградского хореографического училища, балерину Тбилисского театра оперы и балета, Бахтан Кикабидзе встретил на гастролях в Венгрии. В 1965 году они сыграли свадьбу. Ирина – главная женщина в его жизни. Он взял замуж ее вместе с 7-летней дочерью Мариной. Родного сына Константина певец назвал в честь своего отца, который не вернулся с войны. Сын Бахтанга стал живописцем. Он учился в Академии художеств. В течение трех лет местом его работы было грузинское посольство в Москве. Потом молодой человек приехал в Канаду и поселился в Торонто, где проживает по сей день. Приемная дочь Марина – актриса. Блистает на сцене театра имени Руставели. Снимается в кинофильмах, параллельно преподавая в высшем учебном заведении сценическое мастерство. У нее два сына. Вахтанг и Ирина более 50 лет вместе. Их любовь не исчезла, не притупилась с годами. Вахтанг сожалеет, что у него не всегда есть возможность каждый день дарить супруге цветы. Зато он тут же идет смотреть, все ли в порядке у жены, если долго не слышит в доме ее шагов. Она поступает точно так же. О романах и темпераменте Вахтанга в молодости ходили легенды. Рассказывали о его увлечении Светланой Крючковой. Приписывали роман с Юлией Галкиной. Но он более 50 лет верен своей единственной Ирине. Сейчас Кикабидзе пишет мемуары и живет довольно уединенно в своем большом доме в Тбилиси. Он не представляет себе жизни без выступлений. Сцена для него является лекарством. Певец отказался от Российского ордена дружбы в знак протеста против событий 2008 года, которые, по мнению актера, были российской агрессией. Кикабидзе отменил свои концерты в Москве, с тех пор больше не посещал Россию. Я всегда говорю, что я не могу петь человеку, который меня бьет, а я не могу ответить. Я счастливый человек, потому что богат. Богат людьми, друзьями, семьей, внуками и, конечно, работой. Субтитры создавал DimaTorzok